Здравствуйте! Это программа «Крупным планом». Меня зовут Инесса Буланкова. И каждую неделю мы с вами по-новому открываем ту или иную звезду. Сегодня рядом со мной легендарный гитарист, творчество которого не имеет аналогов на всем постсоветском пространстве. Он называет себя гражданином мира и проводником загадочной музыкальной материи. Рядом со мной маэстро Дидюля. Здравствуйте, Дидюля! И спасибо вам огромное за эту встречу, потому что в голове не укладывается, как после двух часов концерта можно приехать на интервью за час до поезда. Вот уж где действительно, знаете, заряжающая сила искусства. Но мы любим свое дело, любим трудиться. И вообще труд на поприще музыки – это очень интересный путь жизненный. Я его выбрал когда-то в детстве и совершенно готов к разным ситуациям. И это нормально – отыгра в концерт, прийти и поговорить о музыке, о творчестве, о каких-то совершениях творческих. Так что я в вашем распоряжении. Общеизвестный факт, что если мы поспрашиваем музыкантов, они обязательно скажут, что в числе любимых городов это будет Нью-Йорк по разным причинам. А я вычитала, что вы, как аудиофил, рассказали, что единого звука у этого города нет. О Питере хочу вас спросить. Ну, у него минорное такое звучание, но оно такое, в любом случае, оптимистичный минор, потому что здесь богатая история, здесь сама архитектура много о чем говорит, здесь сами улицы, люди, некие традиции, сама история, она здесь звучит в любом случае. И нас здесь понимают, нас слушают, в нас вслушиваются. А вот эта сверхчувствительность к музыкальной материи, вы рассказывали о том, что она, в принципе, проявилась еще в детстве, а потом уже со временем вы как-то ее развивали, да? А такая неординарность, она вам больше помогала или мешала в жизни? Ну, помогала, потому что, в принципе, музыка – это такой путь интересный, это такая ниша, если так можно сказать, где я вот свои вот эти качества мог проявлять в полной мере. А потом я родился в городе Гродно, а он где-то похож на Санкт-Петербург, он красивый, европейский такой городок, там и польское влияние, литовское, и белорусское, и славянское, и немецкое, он такой весь очень космополитичный, очень интересный город по своему такому наполнению. И, собственно, в этом городе творилось легко, я создавал там основные такие свои базовые какие-то мелодические находки, формировал их, и ничто не мешало мне творить спокойно, тем более, что это было не из-под палки, не было такого, что надо было ходить в музыкальную школу или в училище, нет. Я сам тихонечко закрывался в своей комнате, брал инструмент, что-то искал, нарабатывал, играл, экспериментировал, прислушивался, и это была возможность накапливать, накапливать потихоньку, создавать себя и создавать ту историю музыкальную, которую я видел потом еще и в перспективе. И, собственно, город помогал, помогали родители, окружение, было очень интересное музыкальное окружение, потому что было много музыкантов, хорошая гитарная школа, академические какие-то концерты, фестивали, жизнь в этой сфере бурлила достаточно активно, Запад Белоруссии все-таки интересное место. И это дал возможность мне накопить, но до 30 лет я так это все-таки аккумулировал, и только уже в 30 лет записал первый свой дебютный альбом, ну а там уже дальше понеслось. Ну вы сами признались, и я подчеркну, что вы-то человек очень счастливый, вы довольно рано поняли свое призвание. Вот, как бы да. Вот это, ну, знаете, внутренний голос подсказывал, то есть опустилась эта информация в подростковом возрасте, где-то в лет 16-17, прям реально вот как обухом меня так ударила такая волна информационная, то есть прям за шиворот меня взяла, потаскала и прямо точно мне сказала, что музыка – это мой путь, гитара, вот сочинять на гитаре, вообще компилировать разные звуки несочетаемые, вообще звуковой дизайн, аранжировка, вот эти все родственные совершенно занятия, они всплелись вот в одну единую какую-то такую косичку под названием музыка, и потом уже дальше уже, мне менее, было сомнений. Хотя были периоды творческого такого упадка, когда подростковый максимализм, и хотелось поменять что-то в жизни, хотелось поэкспериментировать, потом первая влюбленность, масса было таких каких-то отвлекающих факторов, но тут подходили на помощь друзья, мама, родители, они говорили, «Стоп, ты чего, ты какую гитару продавать надумал? Но-но-но-но, пускай она повисит на стенке, не трогай ее, от дожди передохни» и прочее. А потом я понял, что просто существуют волны, волна отдыха, волна накопления, потом нужно перезагрузиться, нужно дать соскучиться по инструменту, это нормальное совершенно явление, и в таком состоянии пребываю сейчас, и я могу не брать инструмент много месяцев, я могу соскучиться по музыке, по гитаре, по каким-то движениям, по концертам, по студийным экспериментам, и потом с упоением беру, окунаясь в этот совершенно удивительный мир музыки, и что-то происходит, происходит движение, рождаются новые вещи. Вообще мир очень многообразный, и хочется уделить всем его сферам, хочется любопытно попробовать всего, и попутешествовать, и уделить время родным и близким, и может быть, что-то в другие сферы окунуться творчески, или просто даже покопать, там, не знаю, в огороде лопатой, посадить какие-то, там, не знаю, грядки и прочее, это тоже иногда тяга такая есть. Поэтому эта любознательность ко всему, она меня отпускает, и не только музыкой, по большому счету, мир един. То есть есть еще много-много других граней, увлечений и вещей в жизни. В каком-то из своих интервью вы очень здорово рассказали о том, что как ведь мудро все Господь устроил, да, что даже физически ваше тело создано буквально для виртуозной игры на гитаре. Да, да, здесь как бы с анатомией, и тут и все какие-то вещи такие, они направляли меня и давали лишний раз подсказку, что видишь, вот музыка, вот именно гитарная музыка, гитара как инструмент. А это всегда воспринималось как подсказка? Я видел в этом благие знаки, то есть однозначно. То есть я эти сигналы вообще считываю. То есть любая встреча, любой знак, любой внутренний голос, какие-то ситуации, события, я всегда им придаю особое какое-то значение. В нашей жизни случайностей нету, это однозначно. И даже если мы сегодня с вами здесь разговариваем, то почему-то это происходит, из этого будет какой-то результат и вывод. И я вижу в этом какое-то значение определённое. По поводу эмоций, а вас легко вообще вывести на эмоции? В принципе, да. Кому лучше всего это удаётся? Это родным, близким. Они прямо вот это самые чувствительные такие зоны, самое чувствительное пространство, потому что это люди, которых я очень люблю и к которым очень трепетно отношусь. Это в первую очередь номер один. Люди мои близкие, родные, и поэтому они меня могут... Они не знают мои и тонкие стороны, они знают, где, чего, как. Иногда это происходит неосознанно, иногда, наоборот, на меня можно как-то так повлиять, чтобы какие-то вещи происходили. В любом случае, вот в первую очередь, это... В профессиональной среде я уже достаточно закалённый, уже так предсказуемо знаю, что к чему как. Тут уже опыта много. А вот в жизни, в такой, другой жизни, общечеловеческой, здесь мы все одинаковы, мы все легко ранимы, мы можем где-то какую-то обидку иногда впустить в себя и прочее. Здесь важно, во-первых, умею остановиться, успокоиться, самодисциплинироваться, саморелаксации, какой-то, может быть, медитацией, себя настроить, успокоить, потому что эмоциональность, она всё-таки есть, и она иногда нам мешает. Ну, творческие люди, они эмоциональны. Иногда нам мешает трезво о чём-то помыслить, спокойной, холодной головой принять решение и прочее. На утро что-то решить и прочее. Поэтому вспыльчивость – это не очень хорошая качество. Оно у меня немножко, но есть. А отпускаете быстро? Ну да, да. Я не могу в таком состоянии долго находиться. Мне нужно всё равно благоприятное, благостное состояние, лёгкое, улыбчивое, дружелюбное. Конфликты не люблю, конфронтации не люблю. И в своей жизни это убираю. То есть если я вижу, что в моих руках всё решить, я это тут же решаю. То есть я могу извиниться и попросить прощения, и всё отмотать немного назад, если это возможно. То есть в любом случае ситуация, если я в состоянии, если я её допустил в какой-то, то я могу её исправить. Я общаюсь со многими музыкантами, и вас, как человека сверхтворческого, не могу не спросить. У мужчин и у женщин очень разные ценностные ориентации, да? И, соответственно, места семьи, любви, профессии очень разнятся. У вас, у музыканта такого уровня, творчество сегодня на каком месте? Ну, не на последнем точно, но и не на самом первом точно. Оно такое верхнее, в первой тройке, скажем так. Притом оно меняется, оно как бы дефилирует. То оно на первом месте, то оно на втором, то на третьем, то опять первое, второе, третье. Вот так вот меняются места. Потому что разные бывают задачи, бывают творческие временные какие-то рамки, бывают сам. Меня понимают, в принципе, в семье по этим вопросам. И такого фиксированного места нет. То есть творчество в любом случае, если нужно, если мне сегодня что-то там встрельнуло, что нужно что-то создавать, записываться, я всё бросаю спокойно, иду и работаю. И все меня понимают. И меня держать, ну, бессмысленно. То есть поэтому вот эта градация места даже немножко, может, и некорректная, как бы, с вашей точки зрения, потому что это в любом случае часть моей жизни. Это, как говорить, правая рука или левая голова, или нога, там, важнее и прочее. Всё важно, всё в гармонии, просто всему своё время и всему своё место. А вот тут уже мы в какой-то степени научились управлять своим временем. Я если понимаю, что выходной день все вместе, мы можем провести с семьёй, а работа подождёт, и поработать можно в рабочий день. Или там вечернее время, время, там, красивый закат, мы можем вместе провести. Я могу гитару отложить, а потом завтра, когда заката не будет, и будет с пасмурной погодой, я спокойно посижу в студии поработаю. Вот это планирование времени и бережное отношение ко времени, вот это вещь, которой уже в какой-то степени я научился. Скажите, пожалуйста, а как вас изменило отцовство? Чему научило общение с дочерью? Ну, вообще, я стал более сентиментальный, легко ранимый. Я совершенно трепетно отношусь к этому ребёнку, да и вообще просто к человеку, к жизни, к маленькому человеку. Потому что маленький, но это уже человек, это уже свой характер, это уже свои совершенно чёткие представления. Пускай они маленькие, может быть, они ограничены куколками, каким-то своим миром сказочным, но это человек со своим видом, миром. И я рядом смотрю, наблюдаю, много для себя отмечаю и другими глазами, глазами ребёнка смотрю на мир. И вижу, что мир глазами ребёнка, он красивее, добрее, интереснее и более воздушный. И это мне помогает. Но я вижу, что дети – это потрясающая школа вообще для людей. Для любого взрослого человека ребёнок – это великолепная школа. Потому что ты тут начинаешь уже и доктором быть, и учителем, и преподавателем, ты и астрономией начинаешь интересоваться, ты и математику вспоминаешь, ты и правописание, ты учишься рисовать опять по-новому, потому что дочка просит, задаёт вопросы, интересуется и прочее, прочее. Ты вспоминаешь всё на свете. То есть ты начинаешь, ты становишься лучше, мощнее, добрее и интереснее и для себя в том числе. Вообще, глобально, если мы окунёмся в своё детство, то мы вспомним многие детские моменты и радости, и печальки, которые у нас были. И они в нас сидят, и сильно сидят. Они не бесследно, они не исчезают. Мы родами из детства, и ты вот окунаешься в то пространство детское, проецируешь на своего ребёнка и понимаешь, что у него пространство очень бережное, хрупкое, и к нему очень нужно уважительно относиться. А как вы думаете, дочки для папы – это сила или слабость? Ну, дочки, конечно, вьют верёвки там из папы и всё на свете делают. Но с другой стороны, я же понимаю, что в её жизни я первый мужчина по-настоящему, и вот этот воспитательный процесс, вот этот пример жизненный, который ты можешь дать ребёнку, этот объём любви, такой вот безответной, ну, то есть, как бы даже не безответной, такой бескорыстной, да, любви, которую ты даёшь, это такая вещь необходимая совершенно, потому что когда мы окунём вот её вот в это вот благоприятное ощущение, что её любят, что её поддерживают, что её ценят, это на всю жизнь, и потом её делают крепкой. Поэтому вот полюбить, полюбить её разной, полюбить её и слабости, и сильные стороны, довериться ей, доверить себя ей – это как бы такое качество, которое нужно и в себе раскрыть, и нужно его просто вот безгранично подарить ребёнку. И вот это я стараюсь сделать, насколько меня хватает. Иногда я вижу, что, блин, я где-то тут немножечко не додал, мне нужны больше, мне нужны ещё, я могу больше дать ребёнку, я могу больше. И не нужно особо-то чего-то такого материального, нужно просто с ней быть, с ребёнком нужно быть, с дочкой нужно просто вместе быть, и этого уже достаточно. Ты с ней можешь что-то там возиться, вошкаться с какой-то конструктор, с какими-то куколками за ней наблюдать, сдавать ей вопросы, отвечать на её вопросы, просто быть вместе с ней уже замечательно. Эти моменты для меня самые яркие, делают меня абсолютно счастливым человеком, когда я со своими родными, с близкими, с семьёй, я абсолютно счастливый человек, я понимаю, что это гармоничное состояние, это мой ребёнок, это моя жена, это родители жены, это моя мама, вот мы здесь все. И тут у меня ещё такой сразу же работает, отматывается исторический такой фактор, что это вот мои предки, мы сейчас вот как бы тысячелетнюю историю своих предков, и вот мы здесь сейчас, и тут бережная, хрупкая вот эта конструкция под названием «Жизнь человека», она мне вырисовывается, я её ощущаю, понимаю. Это вот от моей чувствительности уже природной, музыкальной, творческой, она переносится и позиционируется ещё и на межчеловеческие отношения. В вашей жизни есть место страхам? Хотя бы одному? Ну нет, конечно, есть страхи, может быть, какие-то опасения, но я это воспринимаю просто как интересно, удивительное приключение, в любом случае опять с позиции радости, с позиции удара, что жизнь красивая загадка, что пускай будут какие-то интересные, может быть, головоломки жизненные, не страшно, будем из них пытаться выбраться. А чем они связаны, как правило? Ну, по-разному, страхи мужские же разные бывают, когда ты встречаешь женщину, да, потом ты начинаешь её узнавать, а ты понимаешь, что женщина – это вообще ребус такой, неразгаданный, потому что женщина, она на эмоциях больше, у неё другие совершенно какие-то мозговые, нейромозговые связи, это как можно назвать. То есть там она может в тупик тебя загнать очень как бы достаточно серьёзно. Но мне нравится познавать эту вселенную под названием женщины. Иногда мне кажется, что это вообще инопланетное какое-то такое явление, которое на Земле совершенно своим нелогичным, каким-то другим, а какими-то такими своими представлениями очень многие вещи рушат в мире мужском, где всё очень чётко, дважды два-четыре, где всё правильно, предсказуемо, и где-то как бы понятно. Но я это понимаю, что вот в этом и парадоксальности, в этой и есть удивительная красота жизни. И опять же возвращаюсь, я говорил раньше, если меня судьба столкнулась с таким человеком, если мы встретились, это знак. А так как у меня доброе отношение к жизни, я его этот знак принимаю. Я принимаю эту женщину, я принимаю все её совершенно образы разные, тем более, что Евгения, моя жена, она творческий человек, не менее, чем я, а может быть, даже ещё более творческий, в разных гранях, в разных совершенно ипостасях. Она как бы и пишет книги, и музыкой занимается, и поёт, и в интернете барагозит достаточно активно. У неё и большое количество поклонников в разных социальных сетях и прочее. И я вижу этот мир, и такой противоречивый порой, да, женский мир, но он меня увлекает, он меня держит, и все мои страхи всё равно уходят на куда-то там на десятое место, и любопытство, и сотворчество, оно выходит на первое место, и мы вот вместе встретились, мы вместе создаём семью, у нас дочка, у нас и творческих много разных экспериментов, и альбомы, и музыка, и вместе мы на сцене выступаем. Я вижу в этом интересный, совершенно удивительный, творческий свой жизненный путь. Я счастлив, что у меня такая неординарная, яркая, интересная жизнь, и личная, и творческая. И столько могу благодарить судьбу за это. Такой вам вопрос. Когда больше всего, наиболее отчётливо, вы чувствуете себя частью этой вселенной, и проводником вот этой Божьей мысли? Вот часто, часто. Это почти каждый день. Я почти каждый день ощущаю себя частью вот этого большого мироздания, да, при том в космическом масштабе, однозначно. Земля, население, люди, страны, территории, национальности, как бы да, но потом солнечная наша система, потом галактики, потом дальше, дальше. Я чувствую, что всё это движется, я часть этого, я ощущаю эту вибрацию и гул этого всего космического пространства, и не могу себя оторвать от всего этого, там закрыться где-то, и там сопли на кулак наматывать и грустить. То есть в любом случае бывают, конечно, какие-то спады и подъёмы, но я себя всё-таки чувствую частью всего этого великого мироздания, частью всего, и это порой помогает мне преодолеть какие-то сложности, потому что они бывают в работе сложности, в отношениях и прочее, прочее, прочее. Я поднимаюсь над ситуацией высоко, смотрю на неё с очень большой высоты и вижу, что проблема маленькая, соринка, и она и не стоит воеденного яйца. Вы как-то сказали, что на сцене ощущаете себя проводником музыкальной материи, вот этой мысли Бога, да? Вот расскажите, как происходит этот взаимообмен? Ну, это со зрителями вообще всё вместе происходит. В любом случае я транслирую, я транслирую музыкальные те проекции, которые у меня рождаются, я их передаю в зал, в общем-то, проводником являюсь, такими называют часто шутливо, вот ослик, который везёт тележку музыкальную. Музыка меня не спрашивает, король, конечно, порой берёт меня за шиворот, и приходится просто даже оттолкнуться невозможно, то есть её оттолкнуть нельзя. То есть она берёт меня за шиворот, тащит в студию, я так покорно, повинуясь этому процессу, этому явлению, что-то создаю, иногда даже в полусознательном состоянии. Такое бывает. Но сцена – это иная реальность, по-другому идёт время, по-другому секунды меняются. То есть преломление пространства происходит, когда человек тебя внимательно слушает, это усиливается, когда много людей слушают, зрителей, это ещё во сто крат усиливается. И происходит очень удивительный такой процесс творческого взаимообмена. Зрители меня питают своим вниманием, я их одариваю этими волшебными, сказочными мелодиями, звуками. И тут момент истины очень как бы интересный, сильно происходит. Иногда прямо я могу и забыться. Но как это происходит, саму физику и саму моторику, всё это я передать не могу вам словами. Это такой достаточно тонкий процесс, когда звучит музыка, когда звучит звук, когда резонируют гармонии и ноты, повторюсь, время меняет свой ход, оно по-другому идёт, секунды другие. То есть они, ну, два часа превращаются в 20 минут. Вот так. И глобально мы молодеем, глобально мы в свою жизнь вносим много нового и интересного, мы просто удлиняем свою жизнь. Человек, который отдаётся творчеству, творческому потоку, слушает музыку, он фактически становится, ну, он долгожителем, он больше живёт. Он больше живёт с точки зрения реальных вот секунд, минут, часов и всё, что с этим связано. Это вот у меня ни капельки сомнений не вызывает. Другой вопрос, что слушать музыку, её надо уметь. Уметь расслышать, вслушаться, впустить её в себя, получить удовольствие, сказать, что вот это моя музыка, это точно она со мной резонирует на всех уровнях, там на физическом, на ментальном, на каком-то там эмоциональном уровне, что она тонко в меня проникает, и когда уже вы её впускаете, то тут уже чудеса происходят, тут уже исцеляющие её свойства, гармонизирующие, успокаивающие, какие-то волшебные, которые нам неподведомы проявляются совершенно. Музыка коллектива Дидюля официально используется в медицине, психиатрии, она обладает какими-то просто исцеляющими свойствами, и, помимо всего прочего, она в человеке как будто бы пробуждает какие-то новые возможности, то есть, судя по откликам, которые вам пишут, судя по письмам, люди начинают стихи писать, картины рисовать. Была ли какая-то история особенно трогательная, которую вы запомнили? Здесь можно похвастаться, здесь можно сказать. Историй таких много, мне пишут, и обратная связь у меня есть, благодаря интернету, современным технологиям, конечно, много очень пишут. Разные всегда, конечно же, проявляются творческие способности, у кого-то после прослушивания музыки совершенно четко проявляются ответы на сложные жизненные вопросы, потому что они оказываются достаточно легкие, эти ответы, как ни странно. Но главное для меня не это. Для меня главное всегда является то, что люди после прослушивания каких-то композиций или просмотра концерта, они порой находятся у черты, у черты опасной, я не буду уже так вдаваться в подробности, вот они от этой черты отходят, они говорят, мы были уже на грани, на грани самоубийства, суицида, это касалось и молодых людей, и людей постарше, и вот какая-то там фраза музыкальная, какой-то там, не знаю, проигрыш музыкальный из произведения, я даже не буду называть эти произведения, и вот тут человеку проясняется сознание, он открывает для себя новый мир, делает шаг назад, и по-другому начинает жизнь, открывает совершенно новые для себя границы, грани жизни. Вот это для меня важно, ценно. Это я себе могу сказать, что вот здорово, что я занимаюсь музыкой, что эту музыку могу зафиксировать, что она может звучать, она может звучать с пластинок, она может звучать на концертах, вот это уже какая-то в какой-то степени и миссия моя, маленькая пускай миссия, но миссия музыканта на этой земле, в этой стране, в этом городе, как сегодня, сыграть музыку. И вы знаете, я когда играю концерт, я ухожу со сцены, я понимаю, что мир уже будет другим, он уже не будет прежним, он уже изменился, я его смог изменить, хотя бы чуть-чуть, немножко, но я его поменял. Этими мелодиями, этими мелодиями, которые звучат не просто на сколько-то минут, но еще на сколько-то метров и на сколько-то лет. Я это ощущаю, что это в пространстве, широко, в многомерном пространстве, музыка расплылась, растеклась и пошла, и в пространстве заняла свое место. Необходимо. Совершенно четко понимаю, что я необходим здесь, в этой стране, как минимум, но и в мире тоже, что эти мелодии, эти композиции, они должны звучать, у меня есть определенные обязательства, и я его выполняю в какой-то степени как неосознанный человек, музыкант, который пришел в этот мир. Во многих интервью вы говорили о том, что я предпочитаю доверять миру, жить по заповедям, мне Бог дал музыку. Вот по отдельным фразам я это понимаю, но интересно услышать от вас этот ответ. Вы человек религиозный, вы в Бога верите? Ну, мне не хочется вот это применять слово религиозно. Я верующий человек, я верю. Оглядываясь на весь свой творческий и жизненный путь, можете ли вы отметить, за что больше всего в жизни вы благодарны Богу? Ну, вообще, за то, что я вообще появился на белый свет, за это я уже спасибо говорю, то есть это, вот, ну, что помог мне найти путь в музыке, что вот именно музыкальное движение, что дал мне возможность встретиться с моими родными и близкими людьми, с которыми мы вместе, что мы вместе идем по жизни. Это, ну, много, много всего. Я благодарен вообще каждому дню и стараюсь об этом говорить, говорить самому себе внутри, говорить спасибо, спасибо, что мы живем, что мы можем об этом тоже говорить. И просто так, просто даже сказать спасибо, оно будет не лишним. Спасибо вам огромное. Все, спасибо вам. За ваше творчество, за вашу философию в искусстве и спасибо за такие правильные мысли, которые вы транслируете. Спасибо вам. Спасибо вам.